Привет, друзья! Сегодня мы проведём тест на смирение. Итак, что такое смирение? Давайте сначала определим этот термин. Смирение — это мышление Христа, мышление слуги, фокус на Боге и других, достижение признания и возвеличивания Бога, желание прославить и угодить Богу во всех вещах и через всё, что Он дал. Пожалуйста, оцените следующее утверждение смирения по такой шкале. Ну что, как и в тесте на гордость, вы можете делать паузы, нажимать на стоп и оценивать себя в каждом из проявлений смирения. Поехали! Итак, проявление смирения. 1. Признание и доверие Божьему характеру. Смиренный человек признаёт то, кем является Бог, и поэтому, в отличие от гордого человека, смиренный человек растёт доверие Богу. В испытаниях он постоянно благодарит Бога за напоминание того, что он нуждается в Нём, и благодарит Его за то доброе, что через испытания Бог производит в Нём. 2. Видеть себя не имеющим права подвергать сомнению или судить совершенные пути Божьи. Смиренный человек думает о Боге, как о своём Создателе, а о себе, как о Божьем Творении. Он не считает себя даже близко, достойным судить Его пути. Смиренный человек знает, что Бог совершенный и мудрый, делает, что пожелает и что будет лучшим для Него. 3. Фокусируется на Христе. Смиренный человек видит Христа как свою жизнь и свою первую Любовь. Нет другой ценности в Его жизни. В течение дня он говорит с Христом и прославляет Его часто. 4. Молится библейски и считает молитву очень важной. Смиренный человек хочет прославлять Бога и видеть себя полностью зависимым от Него. Джон Оуэн однажды сказал, «Мы не можем иметь никакой силы от Христа, если мы не будем жить в убеждении, что у нас нет своей собственной». Поскольку смиренный человек видит себя нуждающимся, он молится часто. 5. Смиренный человек ошеломлен Божьей, незаслуженной благодатью и благостью. Смиренный человек видит себя заслуживающим ада. Он часто благодарит Бога за прощения столь многого. 6. Смиренный человек благодарный. Он часто благодарит Бога и людей. Он не ожидает ничего, поэтому, чтобы он не получал, принимает с большой благодарностью. 7. Смиренный человек терпелив и нежен. Это седьмой пункт. Смиренный человек хочет поступать подобно Христу, поэтому фокусируется не на том, что хочет. Он будет любить других так, как Бог любит их. Он будет ждать его не так легко привести в гнев. 8. Смиренный человек видит себя не лучше других. 9. Смиренный человек понимает греховность своего сердца. Он будет смотреть на себя, как на того, кто не лучше других. Он понимает, что его сердце способно на любой ужасный грех. Он соглашается с Джоном Брэдфордом, который при виде преступника, ведомого на кайс, сказал, «Кабы не милость Божья, шел бы так и Джон Брэдфорд». 9. Смиренный человек имеет точное понимание своих здоровых способностей. Он не плачется, что не одарен талантами, как другие. Тем более, он не преувеличивает свои собственные дары и таланты. 10. Смиренный человек хороший слушатель, потому что считает, что намного важнее услышать то, что скажет другой, чем то, что он хочет сам сказать. Смиренный человек проявляет интерес, задавая вопросы и слушая. Он не фокусируется на себе в разговоре. 11. Говорит о других только, если это ко благу. Смиренный человек будет хорошо говорить о других, без негатива. Он передает негативные факты о других только, если он должен так поступить или чтобы помочь этому человеку. 12. С радостью подчиняется и послушен власти. Смиренный человек в первую очередь послушен Богу, потом властям. 13. Почитает других выше себя. 14. Благодарен за исправление и обличение. Смиренный человек видит пользу в исправлении и обличении, потому что видит в этом руку Божью. 15. Имеет способность учиться. Смиренный человек понимает, что знает не все. Даже когда он думает, что прав, все равно он будет готов пересмотреть свою точку зрения, допуская, что может ошибаться. Он также знает, что Бог может учить его через любого человека, даже через осла. Смиренный человек восхищается другими и уважает их. 16. Ищет возможности вдохновлять других. Смиренный человек использует те слова, которые ободряют и назидают других. Он никогда не унижает других словами. 17. Служит. Смиренный человек постоянно ищет возможности послужить и помочь другим. И проявляет в этом инициативу. Он первый в списке волонтеров в работе, за которую никто другой браться не хочет. 18. Быстрое признание своей вины. Для смиренного человека не проблема признать свою вину. Сказать, я был не прав, а ты прав. Спасибо, что ты сказал мне. 19. Быстрое прощение. Смиренный человек быстро прощает, потому что помнит, как много было прощено ему. Он хочет быть миротворцем. 20. Покаяние в грехах – это стиль его жизни. Смиренный человек просит Бога о ежедневном прощении грехов и постоянно работает над изменениями. 21. Преуменьшает грехи других людей в сравнении со своими грехами. Смиренный человек думает о своих грехах больше, чем о грехах других людей. Он тоже считает более важным поработать над своими грехами, чем над грехами других людей. 22. Естественно, радуется за других. Смиренные люди радуются за других людей, потому что уверены, что Бог благословил их и доверяют Богу в том, чего у них нет. 23. Честен и открыт по поводу себя и сфер, в которых нужно еще расти. Смиренный человек открыт и честен по поводу своего роста в Господе. Он просит помощи и подотчетности в процессе раскаяния, зная, что он нуждается в братьях и сестрах. 24. Развивает глубокие отношения. 24. Смиренный человек заводит друзей, потому что он дружелюбен и любит других людей. 25. Он открыт помощи и просит о ней в своих проблемах и временах. 26. В оценке себя в этом тесте вам нужно ввести пункты, которых вы набрали 0, 1 и 2. Это те качества смирения, в которых вам нужно и необходимо вырасти. 26. Пожалуйста, напишите в комментариях, если вам нужен в электронном варианте этот тест, потому что в нем есть еще ссылки, 27. Каждому бунту есть ссылки из Писания. Вы можете поразмышлять дополнительно о Божьем взгляде на те качества смирения, которые необходимы. 27. На этом все. Пишите в комментариях, нужны ли подобные тесты. У меня есть еще один на примете. 28. Пока-пока. Хороших вам праздников. 29. Пока-пока. 30. Попять. Защита. 30. пока-пока. Продолжение следует...